Итак, мы продолжаем изучать перте получения отцов. Сегодня у нас вторая глава, Мишна номер 14. 14-я Мишна. И Раббан Йоханн Бен Закай, когда он выяснил, по какому пути человек приблизится к Богу в предыдущем Мишне, и выяснил, что самый лучший путь – это доброе сердце, да? Нет, ну включайте все остальные. Включайте все остальные пути. И тут мне интересно, дальше он спрашивает, какой путь плохой, по которому человек отдалится от Бога. Что он через этот путь отдаляется от Бога. Я встретил вчера, интересно, одного своего знакомого. Мы вместе с ним учились в Ешиве. То есть он как раз, когда я учился в Ешиве, 18 лет назад, я приехал в Израиль и пришел в Ешиву. Начал учиться в Равейске Газильбера. А он как раз в это время, буквально через полгода после меня, он ушел из Ешивы. И он до этого учился, там, я не знаю, может, несколько лет, может, но вот мы с ним пересеклись немного. И мне интересен был его дальнейший путь. Он без типы, он не соблюдает практически ничего. И я с ним вчера как раз встретился. Я пытался понять, ну как, мы видели одних и тех же людей, читали одни и те же книги, учились у одних и тех же. И он тоже самое, ходил на Ротера, выскокали, Зильбера, от садика, великого. В чем его, почему он ушел из Торо, почему он перестал соблюдать. И вот тут как раз интересно, вот эта Мишна сейчас, она дает ответ на все эти вопросы. То есть спросил Раббат Нилханнен бен Закай, эзи, какой путь плохой, что через этот путь человек отдалится от Бога. И чтобы отойти от этого пути, то есть нужно от этих пути убегать. Значит, первое, Рабби Лезер Бен Урканас, который как колодец, который не упускает ни капли, и который сказал, что через добрый глаз человек присоединится к Богу, здесь он говорит, путь плохой, это злой глаз. Айн Ра. Я когда с ним разговаривал, я ему прям задал вчера вопрос, говорю, а почему тебе, ну почему ты ушел? И он как-то начал поливать грязью всех, которые там были. Я говорю, ну были же и другие люди, Раф Зильбер, Раф Ханох, Раф. Ну то есть, а это единицы, мол, конечно, про них нельзя ничего плохого сказать, но все остальные, и опять у него он видит черное, прямо вот так, черное поле. То есть можно сосредоточиться на хорошем, добром, и через это воспринимать мир. Можно сосредоточиться на плохом, и тогда мир ужасен, страшен, а кто сделал мир, Бог, значит, и тогда возникает вопрос против Бога, да? Хотя если сосредоточиться на хорошем, и понять, что именно это сделал Бог, а плохое, а плохое сделали люди, то есть плохое сделали люди, и они не выполняют то, что Бог сказал делать, у них есть проблемы. Теперь, когда мне говорят, что вот религиозные ведут себя ужасно, я говорю, это ведут себя ужасно нерелигиозные. религиозный. Религиозный человек не может вести себя ужасно. Если даже он одет как религиозный, и он ведет себя ужасно, в этот момент он нарушает. И в этот момент он нерелигиозный. Несмотря на то, что он одет как религиозный, но в момент, когда он нарушает заповеди Бога, он перестает быть в этот момент религиозным. Потом он может об этом пожалеть, потом он может раскаяться, может ты неправильно понял, что неправильно себя ведет. Тоже вариант. Но сказать, что религиозный человек ведет себя плохо это противоречие это как сказать что вода высушивает вода не высушивает вода она мокрая религиозный человек он святой он добрый хороший а если он не добрый нехороший он не религиозный все как бы это очевидно значит сказал рабби элиэзер что злой глаз это отдаляет от бога рабби юшуа бен хананья про которого сказал раббан юханан бен заказ что счастлива его родившая и который сказал что самое главное это хавертов здесь он идет по своей линии и говорит хаверра то есть есть у тебя появляется проход плохой хавер плохой друг то он тебя отдалит от бога значит здесь опять же очень важно очень важно с тем ты общаешься я не знаю кто был у него друг плохой друг да значит он ушел из решивы женился на какой-то девочки видна она не сильно тоже религиозная и так далее то есть возможно какой-то друг ему попался плохой это я точно не выяснил но плохой друг он человека уводит от бога очень легко но самый близкий друг это с тем ты с тем человек мит хабер это жена или муж и и если он вот этот вот источник зла то тогда конечно как сообщающиеся сосуды это зло переходит и на второго участника соединения рабби йоси который про которого мы знаем что он хасид и про которого мы знаем что он сказал что путь приблизиться к богу это хороший сосед рабби йоси он сказал что путь отдалиться от бога это шахен-ра плохой сосед значит он из решива пошел этот парень в армию в армии там все нерелигиозные и он в армии конечно вообще полностью легко снять типу потому что большинство которые служат в армии они нерелигиозные в израильской армии и они тебя окружают день и ночь что есть ты в этом окружении некоторые они остаются например у меня была семья кантонистов они в совет в не в советской в российской армии еще до служили 25 лет и остались евреями то есть это такие прям упертые упертые люди но большинство людей не владеют вот этим качеством идти против толпы и попав в толпу которая идет по нерелигиозному пути человек сразу становится нерелигиозным то есть моментально теперь ради шимон который сказал про которого мы знаем что он и рэхает он боялся греха и про которого мы знаем что он сказал что путь приблизиться к богу это аруэйт аналад тот кто вдумывая вдумывается в то что рождается которыми прочитывать на шаг вперед и видит вещь вещи он говорит что путь отдалиться от бога это а лавэ вээна мишалем тот кто занимает и не платит значит что значит занимает и не платит здесь он объясняет или он или пишет объясняет и хотела в именно адам это говорит одинаково тот кто занимает у человека как занимающие у бога значит он говорит такую вещь что весь мир построен на восприятии человека то есть мир в котором человек живет он построен на его восприятие теперь человек который воспринимает и каждый из нас все время получает от других людей от родителей от бога от то есть мы все время получаем человек в день получает там два килограмма еды 10 тысяч вдохов воздуха за которого не платил он получает там два литра воды а значит который он не создавал скажи и плюс получает от других людей какие-то блага и так далее есть суть человека берущий или дающий человек который берущий он говорит так дайте мне еще мне не хватает есть известная история как один еврей нашел нашел бумажник на улице бумажник с деньгами поднял его пересчитал и говорит не хватает есть люди им все время мало и они все время недовольны и то есть он занимает и не отдает потому что а чё ему буду отдавать он ну как бы мы наоборот мне еще надо мне еще надо мне еще надо и он говорит что это путь отдалится от бога потому что есть почитание родителей например заповедьтора приравняла почитание родителей теми же словами пишет по читаю папу и маму свою и почитая бога заповеди на десятер patriarch были написаны бойся отца и мать свою бойся мать и отца своего и бойся бога почему потому что когда человек он не благодарен своим родителям например да понятно что он и богу будет не благодарен это очевидно когда человек он занял и не платит так понятно что он и богу не собирается платить потому что бог о но он не ценит этого позиция в жизни то есть мне все дайте а я ничего никому не должен и поэтому это путь отдалиться от бога потому что путь приблизиться к богу это стопроцентная благодарность богу за все что есть и вот тут человек он как бы попадает в интересную позицию если я например признаю что абсолютно все что есть это уже подарок от бога я за это его благодарю то я нахожусь в мире в котором у меня есть избыток я говорю о слава богу у меня есть вообще возможность сидеть на стуле у меня есть ноги ходить у меня есть там рот и там зубы не выпали слова богу да у меня есть рука которая шевелится вау вообще кайф слава богу барок h.m. я очень благодарен богу то тогда если да если у меня есть такая мысленно установка то я от бога ожидаю только хорошая потому что я имею все от бога все же мне надо я жду от бога только хорошего, у меня нет страха от будущего. Есть такой закон в Торе, который говорит, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть, если я ожидаю, что у меня впереди какая-то западло, опасность, подстава, то я как бы сомневаюсь в Боге и заранее я ему говорю, я сомневаюсь, что ты мне хочешь хорошее. Я даже наоборот, я уверен, что ты мне хочешь плохое, а путь, по которому человек хочет идти, его ведут. А, ну ты уверен, что у тебя впереди плохое? Ну, поехали. Хочешь в этом направлении ехать? Поехали. Если я уверен, что у меня впереди только хорошее, и что это хорошее мне дает Бог, и я ему благодарен за то, что есть, и за то, что было, и за то, что будет, тогда я сам как бы создаю проекцию, по которой тот мир, в котором я живу, мир избытка, мир изобилия, мир благодарности, мир неограниченных возможностей и ресурсов. И Раби Шимон говорит, что путь отдалиться от Бога, это занимать и не платить, то есть брать у Бога, брать, брать, брать и не платить. Одинаково тот, кто берет у человека, как берет у Бога, потому что на самом деле это не люди тебе дают, даже если люди тебе дают, это все равно Бог тебе дает. Как сказано, ловэ раша в ло и шалем, как сказано в пророках, значит, в Таилиме это сказано, в пророках 37-м псалме, сказано, занимает злодей и не будет платить, в цадик хонен венетен, а праведный, он живет в милости и дает. То есть, у него все, слава Богу, там, Рав Зильбер, он, когда заходил к себе в Зильбер на свекле в рака, заходил, например, в квартиру и говорит, вообще хоромы, у царя Давида таких не было, там, попсиколы там углотнет, хлеб туда мотнет, говорит, ганеден, рай, говорит, просто райский вкус, попсиколы, да, но когда к нему ночью пришел человек сумасшедший, и ему было негде ночевать, и, значит, он ему уступил свою кровать, и он сидел всю ночь на табуреточке, а тот спал на его кровати, я лично своими глазами видел, я ему кровать не уступил, сумасшедший, а что я должен в свою кровать уступать, вообще, это же моя кровать, хотя у него в гостях был, а я как тогда попал, у него жил парень, которому тоже негде было жить, и он его взял из Ешивы к себе жить, потому что тот парень, он женился, а потом жена от него убежала, потому что он жену тиранил, что жена там должна так делать и так делать и так, и, в общем, жена от него убежала, ему неудобно было в Ешивы возвращаться, и Равзильблер с отцами ему говорит, значит, ну, давай ты будешь у меня жить, взял его к себе, как раз вот в тот же период, 18 лет назад, когда этот был, и он взял его к себе жить, а потом я к нему попросился на шаббат, и он говорит, ты понимаешь, у меня живой человек, мне нужно у него спросить, чтобы ему, не дай бог, не было неудобно, и он, значит, у того спросил, тот говорит, да, хорошо, пусть ночует, я у него ночую, тут приходит этот сумасшедший, и Равзильблер говорит, я же не могу его не пустить, а там оставался один диван, на котором он спал, и он ему уступил свой диван, и сидел всю ночь на табуреточке, а тот спал на его кровати, вот, я тебе говорю, а этот самый, а утром он одел этого парня, которого Абреха, ну, который жил у него, да, он этот сумасшедший взял его рубашку, одел, а рубашка, лежу, висела выглаженная рубашка, и тот перешел в синагонии, и, ну, утром мы сидим, кушаем, и он смотрит на этого сумасшедшего, а сумасшедший, он был в припадке, что инопланетяне, хотят напасть на Равзильбера, а он должен его защищать, и, ну, там, у него была такая, шиза пошла, ну, вот, именно, что он защитник от злых сил, и он, значит, все время защищал от злых сил, он все время бросался, так вот, он на пол кувырками, там, он выбегал на улицу, там, лазил под какими-то кустами, он, ну, то есть, он все время от ротет защищал, ну, то есть, реально он был в каком-то своем мире, да, да, и, значит, и потом вот этот Равиза, и приходит этот Рэг, чья была белая рубашечка такая, он очень педант такой был, все, поэтому на жену тебя ранил, что он был педант, и он такой педант, и он сидит тут, смотрит на того, и говорит, ты где рубашку взял, ты где рубашку взял, а этот сумасшедший такой, там висела, ну, там, он говорит, так это же моя рубашка, он такой прям, аж, как, типа, у меня рубашку взяли, а Равзильбер, он ему говорит, слушай, че ты так тепетишься за рубашку, вот у меня шкаф рубашек, бери любую, он говорит, все бери, зачем ты так волнуешься из-за рубашки, ну, взял он у тебя рубашку, ну, так что, и он так это радостно все, ему говорит, бери все мои рубашки, только не переживай, так за рубашку, то есть разница в подходе к миру, и Равзильбер, который не считал, что хоть что-то ему принадлежит, он считал, что все, что у него есть, это подарок от Бога, он был все время счастливый, в любой ситуации, что бы с ним ни происходило, он все равно воспринимал, не то, что мне все должны, и Бог в том числе, он воспринимал, что все, что у меня есть, это уже подарок от Бога, и я самый счастливый человек в мире, и он был сияющий, и он привлекал к себе все время счастье. Значит, дальше, это как раз о ком сказано в псалме, что цадик, хонен, он милостив, и нотен, он дающий, а не берущий. Теперь, Раби Элизар, он говорит, что путь, по которому человек отдаляется от Бога, это левра, это злое сердце, то есть он объединил все это одним словом, то есть сердце, это мышление, в котором есть вот эти вот точки, которые все время производят зло, злой взгляд, недостача, плохой сосед, плохой там друг, и так далее, это все следствие того, что есть внутри у человека, есть вот это зерно, корень зла, который он производит, все остальное это следствие, он как бы вышел на более глобальный уровень, вот этот вот Раби Элизар, и Раби Элизар, да, его звали Бен-Арах, и сказал тогда, Раби, сказал, Рабанюхэм Бен-Закай, Роэ они, Диврей Элизар Бен-Арах, он говорит, вижу я слова Элизара Бен-Араха, ми Диврейхэм, больше, чем слова вас, почему, шебехлаль дворав, что внутри его слов, Диврейхэм, внутри его слов есть все ваши слова, то есть он нашел более глубокую, как бы причину фундаментальную, которую, которую, ну как бы вот он отметил. Теперь, что мы можем отсюда выучить? Что мы можем отсюда выучить? Мы можем отсюда выучить то, что главное, как бы, человек живет в мире своего восприятия мира, то есть нету никакого внешнего мира, внешнего мира является следствием мира внутреннего, то, что называется сердце. Если во внешнем мире у человека что-то не складывается, то оно не складывается, потому что у него во внутреннем не складывается. И болезни это следствие вот этих вот дефектов во внутреннем мире, и неприятности, и плохой сосед, и все выборы человека, это следствие его внутреннего мира, то, что происходит у него в сердце. Теперь, каким образом включить вот этот вот в сердце Моаяна Медгабер, источник, который выдает, Добро – это Тора, то есть Тора – это источник добра. Теперь у человека есть то, что производит его мысль, его как бы вот эта точка внутренней сборки. Она откуда-то, ну, она на чем-то стоит, она должна стоять на каком-то фундаментальном вопросе. Я вчера прочитал интересную историю, как один журналист приехал к Эйнштейну, и он Эйнштейну говорит, вот интервью, но я бы хотел вам задать вопрос. Эйнштейн сидел на веранде в кресле-качалке и курил трубку, и любовался закатом, закатом, закатом. Значит, этот журналист ему говорит, вот у меня главный, у меня к вам есть вопрос, он говорит, вот какой главный вопрос есть в жизни у человека, на который он должен ответить? Вот самый главный вопрос, самый главный вопрос, с которого все начинается. Эйнштейн 10 минут, он думал, сидел в этой, курил трубку и думал над этим вопросом, размышлял. И потом он ему говорит, вы знаете, говорит, главный вопрос, от которого зависит все остальное в жизни человека, главный вопрос, он такой. Или дружественная вселенная, или нет. Если вселенная дружественная ко мне, тогда я буду строить мосты, тогда я буду созидать, тогда я буду создавать, тогда это один ход жизни. Если вселенная не дружественная, тогда я буду защищаться, тогда я буду воевать, тогда я буду строить стены и так далее. Вот это главный вопрос, дружественная вселенная или нет. И это тот же вопрос, если бы он был один из учеников Раббат Йоханана Бензака, то он бы тоже получил бы пятерочку с плюсом, потому что его ответ очень похож на ответ Рабби Лазара Бенараха, который сказал, доброе сердце или злое сердце. Сердце это восприятие человека. Если вселенная дружественная, так и я добрый, потому что я жду только добра. Если вселенная, она не дружественная, если я себе внутри ответил на этот вопрос, тогда я тоже начинаю с ней действовать по законам вселенной. Эйнштейн пользовался выражением вселенная, но мы знаем, что вселенная это Бог, потому что тот, кто сотворил вселенную, он Бог, то есть вселенная находится в восприятии Бога. И, значит, главный, поэтому я тогда себя подумал, я наблюдал вчера за этим парнем, который ушел из Ешивы, и у него внутри есть вот этот вот, ну, вселенная нет, подход, сам принципиальный подход. Люди не очень, место не очень, вселенная не очень, Бог не очень, все не очень, поэтому ему тяжело прикрепиться к секторе. Я верю, что Бог добрый, вселенная дружественная, все в мире в этом добро, и поэтому я как бы стараюсь прикрепиться, прилепиться к источнику добра, к Богу и к его Торе, к его заповедям, потому что я верю, что он пришел человека не ограничить, а он пришел человеку через Тору дать вечную жизнь, дать вечный кайф и дать много удовольствия и в этом мире, и в мире грядущем, и везде. Все, вот это вот у нас была Мишна 14, и с Божьей помощью продолжим завтра.